У нас что-то ни одной страшной новости нет. А что стараться? Чем это страшная новость? Типа хэллоуинский выпуск. Ну подожди, в выпуск он оформляет ПК, это разве и страшная новость? Точно. Пуки щит. Пуки? 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 Да, Серёга. Пуки щит. Пуки щит. Ха-ха-ха. Funny, funny. Лол, лол. Ты бы ещё раз на щит сказал. У меня так дискорд обрезал, тебе Пуки щит получился. Я чёрну. Официально подтверждаю, что так ты им звучала. Да? Да. Ужасно. Я сказал спуки, спуки. Да, это понятно. Да нет, судя по всему, вообще непонятно. Привет, друзья. С вами единственный в мире 49 выпуск подкаста на краю вселенной. Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Бекей, и сегодня варить космический самогон из лунных камней со мной будут генерал Сергей Бурлейдра. Здорово! Хей, йоу, дамы и господа! А также Настя Волтологист, которая вырезает лица анимешных тянок и стык в преддверии Хэллоуина. Привет! Всем привет! Это серповое начало фразы было. Почему тянок? Вырезает лица тянок. Да. Ну что поделать? Скоро Хэллоуин, вот. Значит так, ребята, важное-важное приятное объявление, об объявлении. Объявление. Да, у нас Спотифайчик ожил. У нас теперь можно слушать на Спотифай. Добавили подкаст на Спотифай. Все по-человечески. В России можно. Все разрешено. И как только вы сядете слушать, если сядете слушать на Спотифай, обратите внимание на 27 выпуск, который называется «Мясной рулет». Это очень веселый выпуск. Такой прям грязненький. И этот выпуск для нас особенный в какой-то степени. Равно как и для людей, которые его слушали. И с того момента, как он выпшел, прошел примерно год. Нифига себе. И тогда произошло невероятное событие, когда Сакурай с его командой подставили Стиву из Майнкрафта. Мясо. Замечательное мясо, которое появилось в Супер Смеш Брос и выглядело, как половой орган Стива. И вот Стива лишили этого органа. Он был с органом буквально каких-то несчастных. Восемь дней. Для тех, кто забыл. Вот. И сегодня мы собрались, чтобы почтить память мясного органа Стива, который прожил всего восемь дней. Годик его. Не челкайся. Не челкайся. Какой чай крепкий. Как крепкая водичка из-под крана. Нам нужна густная скрипочка на фон. Да. Да, да, да. Но вы не расстраивайтесь. У меня есть... У меня есть... У меня Гарри Поттер сейчас получится, да? Что-то... Или сцена после титров. Ну вот. Есть и хорошая новость, кстати. Вы не расстраивайтесь. Зато теперь у Стива нет мяса, но есть точный его рост, который Microsoft опубликовала. Я не знаю, возможно, раньше где-то говорили, да? То есть... Но... Отечественное отделение написало в ВК, что средний рост мужчины в РФ это метр семьдесят шесть. А рост Стива из Майнкрафта это метр восемьсот... восемьдесят семь с половиной сантиметров, короче. То есть Стив довольно высокий чел. Да, выше меня, получается, даже. Да, и выше меня даже. Потому что я высокий, конечно, но не настолько. Итак, я не могу не сказать. Вот нам нужна дополнительная инфографика, на которой будет написан средний размер мужского полового органа. Ты хочешь... Размер мяса Стива? Мы, кстати, сами можем его вычислить, да. Да, это единственное, чем я сегодня хотел бы заниматься, конечно, вычислять, какого размера будет несуществующий пенис Стива из Майнкрафта. А что, а потом можно новость на стратегии опубликовать? Да, слушай, сейчас любят это дело. Там же считают размеры леди Димитриевску. Да, да, все любят считать. Все любят считать. Не, ну ты, конечно, можешь заняться этим делом. Я просто сейчас... Научная работа. Научная работа, да. Кто-то может не пропустить эту информацию и воспользоваться. Ну, опять же, да, если сравнивать с леди Димитриевску, Стив, конечно, совсем шкет. Квадратный причем шкет. Ну, ладно, я думаю, что мы тут задерживаться сильно не будем. Пока Серега там калькулирует размеры органов на глаз. Это очень сложная работа. Да, но ты там от балды потом какую-нибудь цифру скажешь, я знаю. Вот, на самом деле от ростыша ничего не зависит. Это же все индивидуальная особенность. Блин, я услышал от ростыша. Фу-фу-фу. Спокойно, спокойно. Настя вообще, смотри, просто сидит и зажала рот так в ужасе. И опять не может промолвить ни слова, когда мы затронули меня со Стива. Так она, наверное, микрофон выключила и присидит на мой рот. Она считает, сидит. Точно данные подводит. Ну, мы потом сверимся. Хорошо. Это очень странно звучит. Окей, давайте тогда, раз у нас скоро Halloween. Перейдем к страшным новостям. По-настоящему пугающим и ужасающим. Нам сообщили, что God of War выйдет на ПК. Вот так вот, без прикрас. Вот так вот, без прикрас. Просто вот так вот, сходу. И, значит, за игру она уже появилась в Тимаке. Просят 3149 рубасиков. Да, то есть солидная цифра. Люди, конечно же, возмущены. Кто-то уже пишет там в Твиттерах и везде, что мы можем купить это все на PS4 дешевле примерно в половину. Ну, зачем нам этот, так сказать, бета-тест за полноценную такую сумму сейчас? Ну, когда она вышла на консоль, а когда на комп. Естественно, потом тоже скидки будут. Будут. Возможно, но все же хотят вот так вот сходу вкатиться. Да. Ну и пусть покупают PS4. Ну, да, кстати, это все логично. На самом деле, нет смысла там плакать. Игра вообще хорошая. И здорово, что все в нее поиграют. Нет смысла плакать. Она уже в топах продаж Steam, несмотря на цену. Сонди там, что слезы деньгами утирают. Такие, все, мы выпустим на ПК все. Да, да, минус один эксклюзив. Там уже панельки вот эти переделают, видели? Которые с эксклюзивами PlayStation-то там. Которые онлайн на PlayStation? Да, типа, прощай Uncharted там. Прощай God of War. Да, все меньше и меньше. Они постепенно тают и исчезают. Sony, в общем, выкручивается как может. Зарабатывает денежку. Я думаю, что здесь тоже есть такая интересная связь. То есть, допустим, Santa Monica работает над новой частью. Вот, их нужно финансировать. Резервов, допустим, нет. Или есть какие-то, которые не хочется задействовать. Че сделать? Нужно взять их игру, портировать, продать и помочь разработать следующий проект. Ждем порт на Switch и на Xbox. Всегда, причем. Всего. Чтобы не выходило. А знаете, что я хочу? Я хочу Gravity Rush. Gravity Rush хочешь? Да. Обе. Обе части. Ну, поиграй. Нет, я хочу на комп. Хоти. Ну, хочу. А вот зачем продал PlayStation, а? Объясни в этом. Мне нужна супер-версия с разрешением 4К, там, 120 FPS. Ну, в общем, хоти. Хоти, ладно. Не отвлекайся, Серега. Значит, какие-то... Слышали слухи по поводу того, что версия будет улучшенной, какой-нибудь там более агрофонистой, жирненькой? Нет? Ничего такого не слышали? Конечно, конечно, будет она более агрофонистой. Ну, не знаю насчет построения с PS5, но там будет поддержка ультравайт мониторов, разрешение 4К вроде как. И неограниченная частота кадров. Да. Ну, да. Ну, а все будет ограничено вашей сборкой. Да. Ни хера себе. А вот ограниченный сборкой. Неограниченный FPS. Это больше 60, Егор. Да. 61, это уже неограниченный. О, столько бывает, вы меня обманываете. Бывает, но не особо-то оно и надо в такой игре, как God of War. Это ж не шутан какой-нибудь от первого лица. А как же 120 FPS? Да, как же циферки, ты что? Да, это не важно для экшена третьего лица вообще. Так, ну, смотрите, получается, наверное, будет версия все-таки более жирная, чем на PS5. Все-таки PECA, наверное, может шарашить поприкольнее. И это факт. Тем более патч для PS5 вышел давным-давно уже. Вот. И там что-то какой-то там мега-мега скачок в графоне-то не случился. Там, я так понимаю, больше упор был сделан именно такое, на поднятие общего качества, чтобы это все работало стабильненько, плюс-минус красивенько. Ну, разрешение подтянули там, само собой. Ну, самое интересное, это God of War в портативе, Steam Deck. Пока Егор ждет на Switch порт, а тут уже Steam Deck подвалит. Не, я потом думаю, Steam Deck же надо брать. Возьму, поиграю, потом оценю разницу. Тем более у меня плашка есть, я на PS4 взял. А я думала, ты скажешь, тем более у тебя полочка есть, и ты сможешь ставить Switch с YouTube и играть все-таки. Олец в туалет. Нифига, она всю схему не придумала развлекательную. Главное, чтобы ты потом не посиделся в туалете за мою схему. Я об этом подумываю очень давно. Я думаю, каждый мужчина в какой-то момент своей жизни задумывается об этом. Мешает только то, что ноги затекают. Да, 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 всегда. Одна проблема. Ну, можно сделать ход конем. Бионические ноги. Блин, а ты вот и скажешь, какой-то суперудобный туалет. Да, да, да. Бионические ноги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Теперь, Рича, давайте поговорим о не менее страшном вопросике. Настя, давай, твоя очередь. Мы поговорим о Блэд Бороне и слухах о его дальнейшей судьбе. В общем, Ник Бейкерс, основатель сайта Xbox Era, решил в подкасте поделиться слухами, которым получил из своих неразглашенных, но очень достоверных источников. Поверь в нас, лоб. Приснилось. Приснилось. А что бы его к себе не позвали, а? Не знаю, я звонил, он говорит, no, no, I don't want to go to you. I love Xbox. Так и я лов Xbox. Ну, а ты иди к Нику Бейкеру. Егор, не бойся, опять Switch рекламировал, конечно, не пошел. Это все Егор его Switch, он спугнул, не пришел к нам, не к Бейкеру. У нас же мультиплатформенный этот подкаст, у нас на каждую платформу свой амбассадор. У нас на каждую подкаст своя реклама Switch. Ну, ты и можешь стараться, да. Я про Xbox тоже пытаюсь впихивать что-то. А, то есть одна я в филоню, да? PlayStation не рекламирую. А PlayStation нужна реклама? Я тоже так подумала. Нам нужно пекаря еще завести такого, знаете, такой, который будет говорить, скоро выйдет ПК-2 и всех уделает. А, сейчас я даже что-то начну. И скоро Bloodborne, и Bloodborne 2 выйдет на ПК, и спасибо вам за бета-тест. До свидания. Кто его позвал? Вот, в общем, возвращаясь к нашему Bloodborne. Ник Бейкер в подкасте сообщил, что, согласно его источникам, нас ожидает, во-первых, ремастер Bloodborne на PS5. Во-вторых, перенос Bloodborne на ПК. Это то, о чем гресят с 2015 года все владатели ПК. Мне нравится. В некоторых источниках, знаете, пишут, что слухи о выходе Bloodborne находились с 2020 года. А я думаю, с какого 20-го они выходили еще? Через несколько месяцев после выхода Bloodborne. Ох уж эти нюфаги, да? Да не говори. Мы каждый год уже почти слышим, Bloodborne вот-вот выйдет на ПК. Вот подождите, сейчас выйдет. Вот сейчас ТОФПЛЕЙ будет, Е3 будет. Вот мы услышим про Bloodborne на ПК. Обязательно. Мы тут патч графический ждем уже. Вот, и третье, что нас ожидает Bloodborne 2. И якобы всем вот этой всей этой красотой будет заниматься Bluepoint студия, которую недавно как раз приобрели Sony. Ну, то, что будут ремастер с PS4 на PS5, я бы охотно поверила. Потому что, в принципе, Bluepoint как раз-таки до этого и занимались тем, что делали ремейки и ремастеры. И Gravity Rush как раз-таки. Давайте еще Bluepoint Gravity Rush теперь на ПК. Пора перенести. Нет, нет. Молчи! Молчи сразу! Не мешай, не мешай. Вот, в общем, и Uncharted они ремастерили и делали ремейки Shadow of the Colossus и Demon's Souls. Хорошо, вот это поверим. Насчет переноса на ПК. Но, в принципе, с новой политикой Sony уже это не кажется, да, настолько неправдоподобным слухом. Да, уже после того, как God of War ушел на ПК. Они уже продали все, что могли. Так что надо новые консоли, ее консоли, платформу захватывать. Тем более, если слухи про Bloodborne 2 окажутся правдой, то тогда логично, да, что мы должны выпустить порт Bloodborne на ПК, чтобы прорекламировать и сказать, хотите Bloodborne 2, купите PS5. Да, а потом через 5 лет снова на ПК и Bloodborne 3 там потом будет анонсировать. Слушай, вот эта вся тема Sony с забегами на ПК вообще кажется мне такой нелогичной максимально. Потому что они как бы помогают Майкрософтам в этом вопросе. То есть они врываются. Не важно, им главное продать. Но они типа вообще не на свое поле лезут и как бы... То есть ты хочешь, чтобы они выпустили свою операционку, да? PlayStation OS. Нет, я хочу, чтобы PlayStation были эксклюзивы хоть какие-то в любом случае, потому что очень многие... Хоть какие-то по-любому останутся. Ну хоть какие-то, но не все, опять же, да. То есть понятно, что они сейчас не самые свежие игры вываливают туда на ПК, ну и я не говорю, что обязательно должны все игры быть эксклюзивными, но должны быть какие-то жираки. А есть эксклюзив? Как она называется? Сейчас я быстро загуглю. Я уже обнадеживаюсь, это название не помнишь. Я тоже не помню. А вы тоже не помните. Я понял, какая игра, но я не помню. А я не понимаю, какой вы играете. А это где, который мы обсуждали? Помнишь, там девушка была в очках, потом она перевоплотилась в такую, в другую одежду, бегала открытым миром. Ты пересказал сейчас сюжет кучи аниме с девочками-волшебниц. Я не знаю, про что его рассказывает эта Биби и Тина. Я поняла про... На лошадиной ферме. И про девушку-попаданца, да? Да-да-да. Нет, я вообще про другое. Игра Биби и Тина на лошадиной ферме, она вышла даже на дисках. Так, от святой воды несите, пожалуйста. Там такая... Спасибо. На, лови, лови. Умойся. Для меня надо. Расслабься и умойся. Серега, все хорошо, все, отлично. Легче тебе? Легче? Все, чш-чш-чш, все, хожу. Еще. Знаете, вы совсем плохо, неси еще ничего. Я скинул сейчас вам ссылку, вы просто переводите, посмотрите, емплей. Так, хорошо. Да нет, я не буду. Придется, придется. Настя, ему не полегчало. Давай это, экзорцист. Вот тебе еще святой воды. На, еще. Смотрите, какая интересная игра, какая красивая графика. Это почти у вас, это почти у вас на фаз 2. Я не верю. Егор, тут даже есть сушитель. Вот, вот это уже интеграция, я уверен. Если что, мы с Настей не в курсе. Подожди, мы же ее обсираем, нет? Я не знаю, как это работает. А, ну да, черный пиар тоже пиар. Да, кстати. Ой, жесть какая. Единственное, конечно... Да, это эксклюзив. Эксклюзивно. Достойно внимание. За пять с половиной, да? Как еще? Давайте внимательно прочитаем. Биби и Тина от the house farm. Вот, можете погуглить. PlayStation 5. Реально. Коробочка PlayStation 5. Это ужасно. Что касается вот Bloodborne, единственное, что, конечно, смущает, что Sony говорит о том, что Bluepoint работает над неким оригинальным контентом. И я не знаю, а можно ли продолжение назвать оригинальным контентом? То есть, это такая формулировка странная. С одной стороны, это не совсем оригинально, потому что с другой стороны, они же сказали, что они работают над оригинальным IP, новым. Значит, подходят. Извините, я должен это сказать. Там есть платина, и она выдувается за два с половиной часа. Это нормально. А еще можно платить на свинке Пепе. Пепе. Слушай, ну, оригинальный контент, допустим, если брать ремейк Demon's Souls, который они делали, там много, мне кажется, оригинального контента появилось. То есть, они же как бы перерабатывали игру. Все равно там появляется что-то такое, привносится что-то свое. Говорю, что формулировка такая двоякая, но так, на самом деле, под оригинальный контент любая новая игра подходит, поэтому это вполне может оказаться в Bloodborne 2. Единственное, плеппоинт, в последнее время работа над ремастерами и ремейками, да, у них прям оригинальных игр не было. Вот это единственное, что может напрячь фанатов Bloodborne, но, в принципе, Demon's Souls-то в них вроде как удался на славу. Я просто так и не добралась. Поэтому хочется надеяться, что если у них Bloodborne 2 им достался, то получится как надо. Слушай, ну, Bloodborne просто не настолько старый, чтобы вот взять сейчас и пилить, допустим, ремейк. Вот. Ремастер, блин, ну просто графический патч можно, им ограничиться было вполне и играть спокойно. То есть, зачем ремастер? То есть, в смысле, зачем ремастер? Чтобы продать еще раз. Ну да. Не, ну блин, ну графический патч выпустите, добавьте туда какой-то новой. Такой оплатить не придется. Да, а деньги? Какие деньги? Запилить какое-нибудь обновление, типа там The New Hunters или как-нибудь так. Егор, вот запилить тебе обновление и за 700 рублей купишь, как с тест-трейдингом. То есть, если нет, купишь ремастер. Если есть игра, купи обновление. Деньги. Только плюсовская версия не подойдет. По-любому. Они скажут, если у вас только есть, купленная игра в истории. Мне не нравится так. А кому нравится? Я понимаю, что никому не нравится. Разработчикам нравится, очень-очень нравится денежку получать. Почему-то на этом фоне мне даже еще сильнее взгрустнулось, что Elden Ring еще перенесли на месяцок. Прямо грустно стало. Месяцок? Ну месяцок. Ну типа январь, февраль. Главное, чтобы еще потом на месяцок не перенесли. Да. Это будет беда, конечно. А то с этими переносами. Слушайте, ну может это вызвано как раз тем, что какой-нибудь анонсик у нас скоро будет. Чтобы не было такого пересечения. Потом, кажется, в феврале как раз-таки и собрались все крупные игры. Да. Не, ну может Sony там, ой, Sony, говорю, может там From Software как раз хотят выйти и всех раскидать. А, показать, что они лучше всех. Сейчас подарок в вашей продаже. Не, просто помните, когда Game Awards была, когда раздавали награды и Death Stranding не досталось и типа лучшая игра игра года, а Sekiro досталась. Мне кажется, From Software сейчас могут взять и всем лишний раз доказать, что они красавчики. Да, они такие, ой, что-то все игры выходят там в феврале, давайте тоже в феврале выйдем. Они же не зря все в феврале выходят. Сейчас я всех раскидаю. Щеглы. Причем они могут раскидать вполне. Так в том-то и дело. В том-то и дело. Столько внимания, столько хайпатуры по Elden Ring как было, так и есть. И хайповый, наверное, только какой-нибудь, я не знаю, ремейк Red Dead Redemption или, допустим, я не знаю, GTA 6. GTA 6, Half-Life 3. Вот что-то такое. Остальное все кажется таким тихим, спокойным. Хотя, уверен, у каждого есть какая-то игра, которую человек ждет прям сильно. Stalker 2. Да, Stalker 2, это офигенно. Согласен. Дай 5. Будешь вонять. Блин, ты не услышал, да? Да. Мы не хотим, наверное, чтобы еще один эксклюзив утекал, но хотим вторую часть однозначно. Да и какой-нибудь ремастер тоже, пофиг даже. Все равно хочется. Чуть жалко, что ли, пусть выйдет. Пусть поиграет больше людей. Если будут обыскать ремастер, выкатят сразу, наверное, со всеми этими патчами. Ой, патчами, с обновлением этим The Old Hunters. Может, какой-нибудь еще допилит контент. Ну да. Какие-нибудь без патчей выкатят со всеми пакулечками. А в этом вот патче выпускают. Просто лабиринт эдишен, чтобы ты по чашам только ходил. Ничего не надо было делать. Это фри-то-плей, кстати, да, может, так сделать. Компания с чашами и все, больше ничего. За деньги можно будет покупать респауны сразу. Классные такие. Отлично придумали. Классненько. Меня вселился котик. Хотите кроссовер с фифой? Да, там еще надо будет гачер сделать на шмотке. Вообще просто перфектно. Просто все складывается. Идеально. серега, ты, наверное, бывал в Liberty City? Ездил в San Andreas? Да, бывал я там, да. Да, и в Vice City, наверное, бывал. Да, везде я был. Короче, все о них знаешь. Расскажи нам что-нибудь новенькое, потому что мы прям ждем GTA трилогию. Настя там персонажей хочет в Fortnite, чтобы выпустили. Да, мы в прошлом выпуске обсуждали эту трилогию, основываясь буквально ни на чем, кроме просто анонса. Да. Анонса и названия, да. И сразу после выпуска нам подкинули фарш. Да, там выпустили трейлер и всякие подробности о том, что будет изменено в этой трилогии. Начнем как раз с изменений технических, которые войдут в эти переиздания. Это не ремейки, это именно переиздания. Ага. Мы получим раскладку управления геймпадов, как это было в GTA 5. Не вот это вот кривое подобие старое консольное, которое сейчас уже на самом деле неудобно играется, а то, что было в GTA 5, там довольно-таки удобно было целиться с геймпадом даже для тех, кто на нем практически не играет. Вот. И это все будет в ремастерах. А им-ассист конский будет, да? Ну, там даже не ассист, там, насколько я помню, а им-лог вообще. Да, на персонажа типа на улице. Да, да, да. Там, наверное, можно это все менять настройки, я уж точно не помню. Собирались они туда, да, вот, они добавят круговое меню выбора оружия и радиостанции, как это сделано в GTA 5. Очень удобная схема, не надо там переключать, типа, следующее, 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 просто сразу у тебя круговое меню. Слушайте, а что интересно с музыкой-то будет, раз радиостанции вернутся, там же лицензии, все дела. Да, 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 у меня тоже как раз таки вот это все просто развивает, выкупят ли они всю лицензию, которая у них была музыка, или они какую-то новую будут завозить. Я уверен, что на что-то лицензию либо будет купить слишком дорого, потому что стала слишком популярна это за годы эта музыка, либо, не знаю, либо они что-то новое туда вообще будут добавлять просто тех времен какую-то музыку. Но про это пока никакой информации нет, так что тут можно только догадываться. Мы об этом узнаем, когда выйдет эта трилогия. Лишь бы можно было папочку сделать, куда музыку закидываешь, и она потом у тебя давно играет. На пластешне папочку сделал такой, да? Да, я вайсити. Страшная такая. Не, я вайсити по-дременному проходил, я порассказывал. Да, да, да. Еще они переделали мини-карты. Я так понял, они тоже будут похожи чем-то на то, что было в GTA 5. Они, круче, все фишки GTA 5, все улучшения взяли и повставляли их в трилогию. Вот. Еще они собираются переделать систему стрельбы из авто. Именно вот для GTA San Andreas я не помню, чтобы там были какие-то проблемы. А, да, там надо было стрелять чисто влево-вправо, поворачивать камеру ровно. Да, вот. Они собираются это переделать, видимо, можно будет в любую сторону гасить. Как это было опять же в GTA 5. Да. Ну, пускай лучше так, потому что я помню это издевательство. Да, да, да. Это уже странно. Столько раз приходилось перепроходить просто из-за того, что это было неудобно. Ну, или ты просто подъезжаешь, начинаешь форсить назад-вперед, чтобы отстроиться и попасть. Да, 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 да. А потом тело в итоге берет и уезжает. Да. И как раз мы получим вот эту возможность перезапустить миссию после провала сразу же, как это было на мобильных устройствах, на версиях для iOS и для Android. Это очень удобная фишка. Это очень удобная. Я до сих пор не понимаю, почему в выгороде ты сражаешься с боссами. Нельзя просто взять и перезапустить бой заново. Это так редко делают. Потому что когда ты видишь, что у тебя бой не задался с самого начала, почему? Нельзя его перезапустить. Зачем-то шорткаты нужны в Блэдворне какого-нибудь. Вот именно. Да ты летает пробегать каждый раз. Я просто хочу сражаться. Нет, иди. Нет, иди. А потом еще иди в фарме на свиньях души, чтобы купить расходники все. Ты злой, кстати. Очень злой. Что ж ты так? Я хотел тебе сказать, что ты просто злодей. А я помню, как я про стату свиньям проверял. Там именно так и выглядело. Там такие здоровые свиньи ходили, да, подходит. Ты сказала, мне прям сразу картина в голове, как это я тоже делал. Просто руку полокать туда. Хоба! И дергаешь. И поросеночка достал. Что-то мы опять на подбор. Легендарная игра. Великая игра. Вообще. Вернемся, короче, к другой, точнее, к другим великим играм. Это все, что касается сейчас технических изменений именно в геймплейном плане. Это то, что они подкрутили в графике. Они изменили разрешение текстуру для всех персонажей, для окружения, для объектов. И это на самом деле выглядит красиво, но мне кажется, в модах некоторые умельцы именно текстуры делали более качественно. Это, конечно, прям надо очень сильно поискать, но я помню, вот брат у меня проходил в I-City как раз с какими-то графическими модификациями. Именно они не меняли окружение, а они именно подтягивали разрешение. Там это выглядело симпатичнее, насколько я помню. Но то, что качественно отличает все эти ремастеры от сборок от Васяна, это, конечно же, освещение. Освещение, тени, отражения, вот это все, конечно, там намного круче сделано. Это не вырви глаз на это, как будто добавили какой-то RTX мод туда. Асфальт там мокрый, от него отражается все, ведь все эти неоновые вывески, крыши автомобилей тоже хорошо так отблескивают. Вот это прям круто выглядит. Я, правда, рассматривал это на примере Сан-Андреаса, не помню, как там остальных они чисто сделали, наверняка там что-то похоже. Но самое главное, что у всех вызвало недовольство, наверное, скорее, чем позитивные эмоции, это мультяшные текстуры персонажей всех практически. Они все выглядят как модельки, да, они все выглядят как модельки из Фортнайта, как Егор вначале сказал. Ну, блин, Томми, короче, с Элой почилил где-нибудь в Макдональдсе и нормально все, короче. Зато теперь будет легко с Фортнайта сделать коллаб, уже модельки готовы. Стал статный такой этот мужчина с пузиком, чего Егор? Да, а не каноничный вот этот лицо со шрамом под кокаином худющий. Что, кстати, вы заметили, что у него с пальцами вообще? Какие-то они в разные стороны торчат. А у него в оригинале не склеенная пятерня была, вот сосисочный завод. возможно склеить. А тут они расклеили, только сломали почему-то в разные стороны. Что поделать? Такая операция. Красота требует жертв. Хорошо, пол не поменяли. Об этом еще не знаем. Антонина Версетевна? Да. Не, ну это рок-стар, я не думаю, что я буду так, конечно, делать. Блин, нормально, не знаю, я думал, меньше будет, на самом деле, изменений, честно скажу. Да, я тоже. Я как-то в целом доволен. Я, может, просто непривередливый, или просто наоборот, люди вокруг сильно привередливые. Но мне показалось вообще хоккей. Привередливый GTA 6 хотел. Мне кажется, многие просто давно не играли в оригинальные части именно. Да. Они помнят, что это было красиво, но если сравнивать лоб в лоб, там, конечно, изменений очень много. И это я еще не сказал, потому что там эффекты погоды, воды, изменили там детализацию растительности, увеличили. Дальность прорисовки, вот дальность прорисовки во многих модах в сборках от Васяна просто ужасная была. Там все моргало, все вырвиглазно было. А тут прямо именно дальность прорисовки увеличенная. Потому что раньше-то не позволяла техника. Насколько я помню, в мобильных портах тоже не прям максимально была дальность прорисовки. Или это может просто у меня там планшет старый был. Хотелось уменьшать. Так, также они на ПК добавят DLSS. Правда, не знаю, нужен ли он такой... Серега, правильно говорит, DLC. DLC, правильно говорит. Если бы это еще было DLSS, еще и сюжетное. Нет, DLSS это фишка просто для прокачивания разрешения. Скоро считаешь низкое разрешение, и оно тебе с помощью алгоритмов его апскейлит до более высокого. При этом железо не такое требовательное к железу все это дело, да? Да, это на тензорных ядрах происходит, и это чисто фишка NVIDIA. У AMD своя технология, но она пока не особо хорошо работает. У Xbox она есть, потому что у них полноценная RDNA 2.0 архитектура. У PlayStation 5 она какая-то переходная версия, и там этой поддержки к сожалению нет. Но все равно технология пока она есть, но она работает не очень хорошо, особенно по сравнению с DLSS, так что надо ждать, пока она еще будет развиваться. Может быть к выходу какой-нибудь PlayStation 5 Pro там архитектуру подтянут, и бездельно будет поддерживаться. Про что? Про высокий ценник, Егор. Ну понятно. Ну и везде соответственно будет 4K, 60 FPS, PlayStation 5, Xbox Series X, PSS скорее всего тоже, пока наверное безграничное количество кадров. Свеча лет? Свеча вы? Нет. Ну я знаю, что нет, но почему? Я скорее расстроен. Но то у Свеча самое прикольное, что будет поддержка сенсорного экрана в меню, а еще для обзора, не знаю правда зачем, но и самое главное, наверное, Егор, что тебе понравится, это прицеливание с гироскопа. Белиссимо. Не, правда хорошо, что, классненькая штука. очень полезно будет, особенно если там какой-нибудь, а не, сетевых режимов, то наверное там не предвидится никаких. Я как в спешле рассказывал, многие пророчат гироскопу будущее, будущее, да, то, что оно будет использоваться совместно со стиками и можно будет спокойно играть без ассиста. Мессия гироскопный. Ну, на этом все подробности технические закончились, можно обсудить, конечно, как оно все это выглядит в целом. Ну, я уже сказал, я вообще в принципе доволен, что, нормально. У меня тоже по кайфу, я прям хочу все ачивки выбить во всех частях, там, наверное, надо будет на 100% все это пройти. Ну, там торфей же список есть уже. Ну, я их не читал. Слитый, который... не иконки, уже список полноценный был. До официального анонса, я уже и забыла. Да-да-да, не, да-да-да, забыл сказать кое-что еще. San Andreas будет доступна в геймпассе с первого дня выхода, а в PS Now будет GTA 3. В PS Plus ничего. Так, получается, Vice City самая такая наиболее вкусная игра, ее никуда не пихают, мол, ее за денежку покупайте. Ценник они установили, конечно, Rockstar-овский стандартный ценник, 4000 рублей на всех платформах. Это в Nintendo Shop придется дать 5400 за все три игры. Это, конечно, не 4. Самый большой ценник у Nintendo, конечно, да. На ПК это 4300 практически, в PS Store 4640, Microsoft Story 60 баксов. Да, у них там нет рублевые системы, как-то перешли на доллары и так не вернулись к рублям. 60 баксов у нас сколько сейчас? 60 баксов? Ну, это надо гуглить, оно постоянно меняется. Это 4218 рублей. что, самое выгодное, что ли? Получается, да, там еще и по Game Pass, если их можно будет отдельно купить, тогда можно будет заметно сэкономить. Ну, в общем, в этот раз Xbox победил. Switch проиграл. Егор более в голосе это признает. Нет. Нет? Нет, что смеется-то, конечно. Вообще, а выйдет, кстати, 11 ноября все это дело, а физические копии консольные поступят в продажу 7 декабря. Короче, ждать совсем недолго, но, в общем-то... А в PSNOW, кстати, игра GTA 3 попадет тоже 7 декабря, не на релизе. Ну, учитывая, что можно за это время поиграть в остальные две, можно не париться. Но, учитывая еще, что у нас PSNOW вообще нету официально. Да, да. Там танцы с бубном, с VPN. Но, вообще, если честно, я хотел больше всех в O-City, поиграть. Да? Не, я в треху хочу. В треху хочу, потому что, вот, она была первая и очень сильно мне запомнилась. И я реально такой, в нее, прям, из-за нее я полюбил GTA больше всего. А я из O-City. Я помню, как я пришел в Новый год к бабушке, там у него у дяди комп стоял, и я с братом весь Новый год практически проиграл в O-City. Прямо, знаете, такие воспоминания за окном фейерверки бахают, и я такой, сижу в O-City на лодочке. И месяц с вертолетиком сижу, такой, волосы на жопе рвут. Тогда она уже проходила слегка. Ну да. И я тоже каких-то там диких трудностей не помню. Но мы про это на этом треме тоже, по-моему, разговаривали. Окей. Ну что, тогда можно закругляться, я думаю, на этом. Поболтали солидненько. Вот. И начнем с того, что поблагодарим наших замечательных густеров. Это канал Босс Рашмот, на который нужно всем подписаться. Витя Фуцкир. Эй. Коля Нуу Реалити. Эй. И Женя Герасименко. У-у-у. Агромен, да, спасибо. Ай, готов. Спасибо, Агромен. Настя. Я вот распуталась. Да, и всех остальных тоже благодарим, кто подписан на нас и на бусте. Вот. Ставьте, ребятки, все лайки, кто слушает, комментируйте, оставляйте вашу всякую фидбэки, мы все это почитаем, кайфуем. Мы прям от каждого комментария кайфуем, даже от негативного. Ну, это Серега. Хоть что-то напишите нам. Да, да. Да, вообще. Хоть что-то напишите. Да, что-то пишите. Что-то пишите, да. Вот особенно приятно, когда появляются отзывы в этом, в iTunes. Да, да, Вот прям мы дружно, коллективно прям под ручки танцуем сразу. Там все отражается звездочками, потому что. Я прям после выпуска, вот смотри, после каждого, когда я пущу выпуск, я практически каждый час захожу, обновляю страничку, смотрю, на ютубе тоже захожу. Я так же? Ты думаешь, что ты один такой? Наверняка Настя так же делает. Ну вот, видите. Скоро мы будем создавать фейковые аккаунты, писать их сами себе. Не, ну мы с тобой в прошлый раз попереписывались, так плохо. да, да. Вот. Короче, ладно. С вами был Егор Феникс Бекей, генерал Сергей Борлейдер. Это я. А также Настя Ултолджист, которая вырезает лица анимешных тянок и стыков в председе. Можно вырезать лица анимешных тянок. Я не уверена. С особой жестокостью. Не, ну что, говорите, это я. Вырезает лица тянок анимешных, и Настя такая, сэр, есть сэр. В школьной форме такая вся в крови, такая, такая, идите сюда, тянки. Ладно, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-кушки. Пока-кушки. У тебя в кармане какушки. Субтитры создавал DimaTorzok